итак сегодня я хочу вам рассказать про свой текущий процесс долгострой зайчика триолис который я начала давным-давно наверное 2000 по моим десятом году и все никак он мне не продвигался и так в этом видео если вы хотите смотреть дальше смотрите если нет увидимся в следующих видео и так значит после последнего раза я остановилась примерно на половине подушки это будет подушка с тех пор как я закончила котика у меня появилась потребность вышивать что-то еще ну поскольку я не могу совесть мне не позволяет начать новые две работы хотя я очень хочу начать новую работу от новой слободы котик и я стараюсь максимально тратить свое время на вышивку но все равно судя по тем видео которые сейчас в ю тубе девочки выкладывают мне такое ощущение что я вообще топчусь на месте но все равно вот этот кусок вот вот этот вот кусочек я вышила где-то может быть за месяц ну конечно это с учетом того что у меня маленькая . поэтому скорости мизерные ну как-то так предлагаю вам показать чуть-чуть своих крестиков у меня новая камера поэтому я не знаю как получится в место напишите хуже лучше стало вот но в целом я довольна и что жду не дождусь когда же когда же я дошью эту подушку когда была последний раз леонардо я хотела купить такую специальную задник для наволочки на подушку но потом подумала раз опыт шитья подушки у меня уже есть то я смогу ее и сама сшить кстати насчет леонардо девочки я купила там очень классные покупки но они меня не относятся к вышивке к сожалению я не нашла возможности снять про них видео покупках у меня были материал для подушки с вышивкой материал для перьял для кота саймона которого я сшила я тоже вам фотографии вставлю покажу вы знаете я поняла что а собственно для чего я ходила леонардо я те деньги которые мне подарили на день рождения я решила себе купить некоторое количество материалов для декупажа я участвовал мастер-классе по декупажу и как-то не знаю так в принципе когда делаешь что все интересно хорошо здорово но нету когда я зашла в отдел с материалами новогодними для патч-ворка у меня просто слюни потекли я поняла что здесь я реально зависну то есть вышивку я даже не заходила понимаете что это дело хорошим как бы не кончилось и я поняла что да декупаж я равнодушна хоть я потратила на него полторы тысячи рублей вот но я купила краски и вот все никак у меня руки не дойдут я хочу сделать ключницу и доску такую новогоднюю я все к чему что я хочу для вас снять видео про это про материал ну конечно за исключением того материала который у меня ушел на котика потому что я его уже в первоначальном виде вам не покажу покажу лучше котик вот и свои планы по декупажа ну вот еще раз говорю думаю что декупажем я не буду заниматься ну как ты ну вот не захватывать нет то есть криктора есть вышивки которые есть даже не в шитье нет понимаете вот сам процесс шитья мне прямо не очень а вот готовы результаты я просто хотела чтобы у меня был кот саймона поэтому я и покупала но материалы конечно очень вкусный очень вкусный вот вообще если рассказать вам про то свои мысли по поводу того кто наиболее популярен на рукодельном ютубе с точки зрения соционики соционического признака такого как вестивность деклативность дело в том что вы можете заметить что те люди которые которые могут без собеседника вести диалог монолог при этом достаточно интересно и развернуто высказывать свою мысль эти люди ну впрочем это не единственный фактор показывающий их интерес какую-то харизму там да но я заметила что большинство так и есть конечно есть некоторые вещи когда человек может подготовиться и интересно рассказывать допустим я без подготовки не могу в том числе когда я вышиваю у меня есть какие-то свои мысли но в основном как говорится голова моя пустая это хорошо потому что вышивка она в некотором роде является такой медитацией то есть мысль она мелькает какими-то своими какими-то своими кусками не оформившись и только оформив мысль мы имеем оформив мысль интересно мы имеем и слушателей и и собеседников и популярность вот что я думаю то есть это еще одно из моих увлечений соционика ее применение на практике вот то есть если вы слышите что человек может задает один вопрос и он очень широко и развернуто может говорить о о чем то что ему задали при этом не переспрашивая не уточняя там скажем ты это имел в виду спроси у меня еще что-нибудь чтобы мне было легче как-то разговаривать да и такие люди могут много интересных вещей рассказать только опираясь на один вопрос в принципе это такая хорошая черта ну в общем то я работаю пока над этим процессом буду показывать посмотрите меня в инстаграм там гораздо проще удобнее показать вот ну все всем друзьям большой привет до новых встреч и увидимся с вами пока пока